приветствую всех настоящих ценителей бокса у меня сегодня дорогой гость виктор елымов с канала студия бокса виктора елымова виктор приветствую тебя приветствую рад позвонить обсудить бои тоже тоже очень рад спасибо что пришел также виктор не только является youtube блогером который берет просто шикарное интервью у топовых боксеров но виктор также сам является мастером спорта международного класса по боксу мы сейчас с виктором обсудим поединок дэвина хэйни против джорджа камбососа и поделимся своими впечатлениями виктор ну давай что я начну прямо сразу с вопросов к тебе как тебе вообще бой ну смотрел ли ты его понравилось и не понравился совпало ли с твоими ожиданиями как в сравнении с первым боем поделись пожалуйста своим мнением принципе я так и думал что выиграет хэйни и нет бой больше понравился чем первый я признаюсь честно что даже первый бой я смотрел отрывки и очень скучно то есть выиграл на тихой волне тут в этом втором бою была и кровь и попадания точнее и интересней этот бой мне понравился больше все-таки хэйни боец заметно лучше чем камбосос мне хэйни в этом бою напомнил мэйвезера вот своей вот этим шолдероллом то есть отлично работал все контролировал все видел в принципе джеб хороший да который доставлял постоянно проблем правая ручка которая у него заходила через руку вообще отлично ну в принципе он сделал план на бой и он сделал все как надо ничего лишнего он не сделал в десятом раунде в принципе я смотрел так что мог вообще его как бы уже прибить прям и молодец хэйни сделал все как надо ни больше ни меньше мог бы сделать как бы больше конечно но наверное вот вот так вот выиграл бой скажем прекрасно что касаемо камбососа ну это парень я не удивил его держалка то есть он попадал такие справа но стоял и скажу что но наверное он не уровень не уровень вот этого топов не уровень абсолюта я считаю что да он хороший боец но все таки это не уровень ломаченко не уровень вот хэйни дэвиса я думаю что он крепкий парень он хороший такой рубака в плане техническом я считаю что ну хэйни все показал камбосос весь бой пытался что-то много работал корпусом пытался к нему подойти менял стойки искал ключи но хэйни просто хладнокровно все видел все останавливал поэтому камбососа вообще он не мог просто даже не то что не знал он не мог к нему подобраться сделал все что мог единственный момент я не понимаю почему в углу камбососа когда он тоже так где-то отпускал руку здесь пропускал справа подали поднять руку банально просто ну он постоянно как у руку поднять левую руку или левую получается левую левую рука здесь пониже через руку бил хэйни постоянно попадал такие затрещины то есть что там в углу ему говорили я не понимаю у камбососа в этом бою был только один шанс сблизиться и у него были только какие хорошие моменты это когда только на сближение когда он рядом находился с дистанцией он вообще ничего не мог сделать все предсказуемо в принципе для меня было и совершенно правильно что хэйни выиграл и он лучше был в этом бою еще лучше чем в прошлом поэтому все предсказуемо на самом деле как тебе да да виктор понял но я хочу у тебя еще уточнить дополнительно а вот как считаешь почему так получается что в свое время теофима лопес но как бы это факт он взял и внезапно выиграл у василия ломаченко он такой ну как бы огромный там плечистые высокие прочные вообще ну видно короче он реально огромный и такой могучий теофима лопес как бы вроде вышел внезапно проиграл камбососу и действительно вот мы сейчас смотрим класс камбососа вот бой летом ну ладно там повезло хорошо бой сейчас по сути примерно не сильно отличается от первого боя то есть как бы снова проиграл и то есть так как то странно получается что тогда показал класс победил теофима а сейчас как вот раз проиграл два проиграл и такое чувство что именно как ну стабильно как считаешь вообще почему вот так вот хороший вопрос даже честно говоря я ожидал его лопес лопес хороший тоже боец хотя он мне дико не нравится поведение я думаю что лопес наверное его не доценил камбососа и камбосос вышел драться его отвечал и довольно быстро и резки я думаю что лопес слишком хотел его сильно ударить и то есть он не преследовал план на бой и я не помню в каком раунде но когда камбосос его уронил это же было до шестого раунда если не ошибаюсь второй раунд или шестой камбосос быстро сам уронил камбосос уронил вообще в конце первого а я думаю что вот даже так если камбососа уронил в конце первого все это полностью поменяла план лопеса и он не мог понять как это произошло и то есть я думаю что чуть-чуть ему здесь камбос с этим ударом скинул ему шляпу и я думаю что для лопеса это стало какой-то неожиданностью понятное дело и все весь бой пошел на смарку как говорил тайсон что план на бой есть до первого пропущенного удара вот собственно и все случилось как хотя было очень неожиданно для меня понял понял виктор ну я наверное кратко тогда тоже поделюсь своим мнением в принципе с тобой согласен то что вот ты сказал что камбосос делал много уклонов как-то ты сказал раскачивался покачивался вот я я два раза бой смотрел в прямом эфире даже как-то это вообще и особо в глаза не бросилось а вот только что пересматривал действительно такое чувство что вот особенно в первой половине боя 1 раунда 4 он причем в такой большой амплитуде он постоянно как так раскачивался и ну часто хейни как бы ну бывало и промахивался то есть как-то видно было ему некомфортно вот и стойки меня вот тоже что что-то сказал причем так менял настолько интересно то есть он не то чтобы встал в левшу и побоксировал а он как-то буквально на секунду то есть он раз поменял два поменял раз обратно поменял то есть был был такое чувство как будто он это пытается что ли использовать может быть чтобы сблизиться не знаю как-то ну знаешь так аккуратно начать в левше а потом как-то перешагнуть может быть со смены стойки в общем любопытно по факту у него это да не очень все получалось и именно что так как так выглядело как то что хейни просто стабильно его побеждал а там начиная по моему с какого-то там раунда 6 или 7 но в общем всю вторую половину уже бил конкретно а раунд 10 11 и особенно 10 вот как ты сказал просто именно уже вот ну такое было чувство что сейчас как будто бы удосрочит вот полностью согласен но я хотел спросить у тебя ведь это не просто бой сам по себе а в любом случае есть другие боксеры и да это поединок за звание абсолютного чемпиона мира то есть на кону стояли все четыре пояса и как бы два сильнейших встретились бух все победитель как бы вопрос закрыт но ведь на самом деле он не закрыт потому что в этом весе есть дживонта дэвис и по-моему даже чемпион ладно его сторону берем но также как бы есть василий ломощенко и здесь получается что многие скажут что василий ломощенко кто он такой уже как бы здесь не чемпион как бы да он не чемпион но получается у него всего одно поражение это ну за последние года это лопесу и как бы лопес ушел все в другом весе и то есть получается что по факту из этих вот бойцов них и не ником боссов никто из них василия как бы не побеждал и поэтому то что они сильнее это как бы ну довольно условно вот и есть такая вероятность ну наверное все будет к этому идти что возможно если повезет то хрени сразиться с василий ломощенко я вот хотел спросить у тебя что ты вообще ждешь от этого боя если конечно он состоится кого видишь фаворитом кого аутсайдером какие там опасности для боев какие возможности ну и так далее после боя был получается разговор там его спрашивали готов ли он боксировать там сломощенко либо с дэвисом он сказал что я готов к любую к любому но это после боя все готовы всегда тут сейчас начнется играть денег кто сколько заплатит и все-таки хэнни не боксер шестидесяти трех с половиной килограмм не следующая весовая категория поэтому он будет еще тут я думаю и честно говоря для меня как бы странно потому что эти пояса прыгают туда-сюда туда-сюда вообще что творится это просто нечто уже теряет какой-то вообще ценности эти пояса поэтому сейчас надо дождаться боя василия ломощенко если конечно там будет на этом бое присутствовать хэнни может быть они после боя там взгляд face to face может быть посмотреть на ломощенко вообще стоит как какую да получается год уже он не боксировал вот и все будет конечно сходиться к тому что нужно заплатить будет много этой стороне это если ломощенко готов как бы отказаться от своего гонорара там лишь бы боксировать за бойца то хэнни вряд ли согласится бесплатно боксировать много денег и больше чем лопать поэтому я даже не знаю как сделать они этот бой не сделают рванта дэвис там вроде занят райаном гарси но это отдельная история если он завтра вообще не о чем как бы говорить поэтому остается только ждать бой ломощенко и смотреть как развернет ситуация если уж все-таки такой бой состоится то фаворит здесь тяжело назвать фаворита фаворит все таки наверное я думаю будет больше наверное хэнни он моложе он будет дома боксировать а вот так вот слушай очень необычно то есть хотя бы чуть-чуть насколько это но считаю что возможно фаворит даже дэвин хэнни да он он будет статус чемпиона он моложе он дома то есть все все на его стороне не стоит забывать что ломощенко уже как бы у него одна цель вот только выйти за пояса и все и у него уже и возраст он 88 года рождения то есть время идет и ломощенко мало боксирует как бы ну очень сложно конечно я думаю что здесь будет фаворит все-таки немного хэнни вчера вот как раз делал эфир игорем фаньяном и золотарёв владимир это первый тренер владимир кличко и виталия кличко да кстати у меня на днях будет премьера очень большой интересный эфир а вот жду игорь фаньян очень хорошую вещь сказал если все-таки бой такой состоится хэнни ломощенко это будет прям сверх бой бой умов да это с бой стилей кто кого обдурит кто кого обманет такой бой будет типа мега тонкий захватывающий то есть здесь кто ошибется кто будет лучше здесь такой вот бой будет именно как он сказал ну вот я согласен с ним полностью что они будут оба предельно сконцентрированы предельно осторожны да вот но я думаю что ломощенко будет рисковать ему нужно будет выигрывать ему будет доказывать поэтому ломощенко мы увидим первым номером чтобы забирать эти пояса так что крутой бой если он будет а виктор хочу просто задать задать тебе уточняющий вопрос а вот как считаешь ну ты к тому же и сам профессиональный боксер вот в чем как бы сильные стороны хэнни то есть чем хэнни опасен для василия хорошую него хорошая так скажем защита еще есть конечно на не мэйвейзерская защита такая вот в этом плане лучше он бьет вовремя когда надо и мало все таки мало он пропускает вот то есть опять же у хэнни не было таких боксеров как ломощенко поэтому я не знаю каким будет в этом бою хэнни но он моложе я думаю что те он может быть где-то на скорости они одинаковы будут но вот думаю что для ломощенко будет вот все таки где-то проблема вот это вот эта работа вот это именно стиль вот этот но это будет интересно в любом случае хэнни в чем еще скорость получается принципе четко бьет точно вот я думаю что будет игра таких стилей очень такой хороший бой я будет ломощенко все-таки темповик такое много набрасывает много смещается хэнни не такое он ждет он ждет он смотрит он выбирает нужный момент и бьет когда надо вот как то так ты что думал а понял понял но очень интересно во первых тоже хотелось бы чтобы состоялся бой и в этом уверенности совершенно нету ну наверное как у тебя потому что как ты сказал все упирается в деньги к сожалению да и василий по сути не факт что за ним стоят большие деньги и василию уже именно что он 88 года рождения до а хэнни даже страшно представить какого года рождения но ему всего 23 года 99 наверно и получается как бы что если просто вот взвесить как рыночную стоимость то если допустим они просчитают что допустим условно скорее всего выиграет василий вдруг и они могут вообще подумать а зачем вообще он нужен может быть нам подождать пару лет пока он пойдет как бы на пенсию и потом сказать что мы там супер чемпионы ну может быть да но я то просто думаю что очень как бы двояко если бой состоится то хэнни он же во первых очень и он чуть-чуть выше василия на несколько сантиметров не сильно но у него как бы очень длинные руки у него размах рук конкретно большой и получается что ну дистанционный бокс если вот темп как бы не взвинчивать то да василия он там вообще у него у него крутой контроль дистанции он просто вот он там маневрирует все ближе дальше то есть более высоких часто людей вот он скампом боксировал кэмпо тоже высокий но василий как бы дистанционно даже просто вот именно пришел ушел то есть тут типа как перебоксировал его ну на дистанции даже да но вот этот как бы хэйни то есть он очень такой длинно руки очень чутки чувствительный и мне кажется что далеко как бы не факт что просто вот по очкам как бы так вот василий прям вот ну типа прям сходу начнет побеждать но опять же может задавить как бы темпом то есть как ты вот сказал что василий он ну набрасывает там темп большой и мне кажется большие довольно шансы что просто может как бы темпом задавить но вот какие-то такие мысли и мне кажется еще плюс то что ну вроде бы как хэйни не является одноударным нокаутером к счастью для василия да и мне кажется если вот боксировать ну с тем кто как бы более там длинно руки чуть-чуть повыше тебя то страшно как бы на него идти а что если там ну он попадет допустим как-то надо от этого абстрагироваться и вот это может как-то ну давить ему а соответственно хэйни ну попадет он и что то есть ну там попадет разок то есть ну во всяком случае он не попадет как там тефим лопес попал по ричарду коммену вот как бы вот это имею ввиду и мне кажется это тоже в плюс для василия но в общем бой реально интригующие по сути наверное как и ты то есть я фаворитом да с учетом всех этих факторов там чемпион молодость может быть даже маленьким очень маленьким фаворитом но возможно тоже даже вижу дэвина хэйни а вообще очень интересно будем в общем смотреть ждать наблюдать как сейчас василия отбоксирует 30 октября и уже делать какие-то выводы но я сейчас думаю что он очень хорошо отбоксирует мне кажется он прямо такой профессионал именно как фанатик и думаю почему-то что все будет круто вот что думают наши подписчики зрители так что будем читать отвечать конечно конечно ну что виктор спасибо тебе что пришел тогда давай на этой ноте будем с тобой прощаться кстати очень жду твое интервью во первых я жду вторую часть с тренер да 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 корчинский тренер сергей деревяченко также жду вот этого длинное интервью где сразу и фаньян и золотарев а ты уже тем более заинтриговал в общем тренеров всегда смотреть интересно особенно топ тренеров которых топ ученики ну что тогда прощаюсь с тобой прощаюсь со зрителями до новых встреч друзья тушу камеру